В связи с нашими исследованиями, было бы интересно посмотреть, насколько наши рассуждения соотносятся с рассуждениями об этике Канта и Гегеля. Для этого можно просто рассмотреть практическую философию Канта для начала, в чем там состоит логика. Я не буду всю подробность рассказывать, я просто буду логику рассказывать, чтобы более просто понимать, в чем состоит этическое учение Канта. Основная тема в этике – это тема свободы. Ну, это как бы естественная тема. И вообще, как бы, и Кант, и Гегель понимают, на самом деле, что этика связана с волей, а воля связана со свободой. И вообще говоря, надо видеть, как в свободе понимать реализацию нравственности. Собственно, это точно так же, как и у нас. Потому что это, на самом деле, общее место. Но основная проблема у Канта состоит в том, что первая проблема, с которой он сталкивается, она связана с тем, каким образом воля может действовать свободно. Мы эту проблему тоже обсуждали. Она состоит в том, что вот если, допустим, мое валение, да, то есть если моя воля определена каким-нибудь желанием, каким-нибудь удовольствием, если она определена, ну, чем-то, как… и обусловлена как чем-то внешним, да, то такая воля не может считаться свободной. Он называет такую волю гетерономной, да, то есть та воля, которая определяется чем-то иным. И противопоставляет этой воле некую автономную волю, да, которая исходит изнутри себя, которая не определяется поступком, никакими внешними причинами, ну, либо вот, ну, либо внутренними причинами, которые связаны с нашей конституцией, да, то есть у нас есть какие-то влечения, да, вот у нас есть какие-то там пристрастия, там у нас есть какие-то… у нас есть какие-то желания, типа там желания счастья, там желания, там комфорта и прочее, да, вот, то есть воля, она на самом деле поистине должна быть свободной, считает, когда Кант их свободной, она может быть только если она просто исходит вот без всех этих обусловливающих вещей. Но если вдуматься на самом деле, да, то в реальной жизни мы такую волю, вот такой, в своей такой чистоте автономной, мы никогда добиться, такую волю получить не можем, потому что, ну, как бы мы ни думали о том, что наши поступки, это вот чисто наши поступки, да, вот чисто наше внутреннее валение, всегда существует, мы же понимаем это, да, всегда существуют способы объяснить эти же, те же наши, как якобы свободные поступки, какими-нибудь причинами, да, причинами, может, там, эгоистическими какими-то устремлениями, там, психологическими какими-то там наклонностями, там, может быть, какими-то внешними причинами, да, и прочее. То есть, на самом деле, каждый раз нам будет трудно понять, то ли воля, то ли, когда мы действовали, наша воля была абсолютно свободна, то есть она исходила из самого себя, да, то ли мы на самом деле все-таки были чем-то обусловлены. То есть, когда мы валили, на самом деле существовали причины, да, которые заставляли нас действовать так, а не иначе. И поэтому, все-таки, когда мы говорим об автономной воле, и когда Кант это говорит, это своего рода некая идеализация. И каким образом эта идеализация может служить обоснование нравственности? Когда мы эту проблему обсуждали, мы говорили о том, что на самом деле человек не может избавиться от эгоизма. То есть, проблема эгоизма, она как раз и состоит в том, на самом деле, что бы мы ни делали, как бы мы ни действовали, мы всегда будем обусловлены. Что такое эгоизм? Это обусловлено с наших действий, нашими какими-то влечениями, устремлениями, нашими личными пристрастиями, целями и прочее. То есть, на самом деле, эгоизм, когда мы говорили о том, что эгоизм неискореним, и когда мы говорили о том, что, в принципе, любой отдельный индивид всегда следует некого рода линии эгоизма, то как раз, если переводить на кантовский язык, это и означало, на самом деле, что никакая вот такая автономная воля невозможна. Что воля всегда гетерономна, то есть, что она всегда, на самом деле, преследует, всегда как-то обусловлено, да, и всегда преследует некие внутренние свои или внешние интересы. Ну, Кант интересным образом, на самом деле, проблему эгоизму преодолевает. У него получается так, что если… ну, для этого надо как бы вернуться чуть-чуть на шаг назад, то у него любое сущее разбивается на материи и формы. И когда вот обсуждают теоретическую философию, когда там тоже так получается, что материя – это как бы со стороны, то, что выхватывается со стороны самого мира, да, вот форма, она является субъективом. Здесь тоже так же получается, когда мы говорим о гетерономной воле, да, здесь то есть обусловленной воле, то речь идёт о том, говорит Кант, что мы всякий раз и ведём речь как бы о некоего рода материи. Воле может быть автономной, если мы полностью избавимся от материи и не сосредоточимся исключительно на форме, да, всех поступков. То есть решение вопроса у Канта оно такое специфическое, да, получается, что мы свободны полностью только в том случае, если наши поступки будут определяться исключительно формой нашего поведения, а не материи. То есть вот автономность воли достигается тем способом, что указывается, что мы должны направлять наш поступок не согласно какой-то содержательности, да, а просто согласно некой чистой формальности поступка. Вот отсюда берётся то, что называется у Канта категорический императив. То есть человек должен действовать, исходя из некой правильной формы действия, безотносительно всякого рода содержания. Не важно, как бы, в чём состоит содержание, важно, чтобы форма была правильная. Вот такую этику, как бы я в своё время называл формальной этикой, да, там, где на самом деле форма, где на самом деле этика определяется не каким-то конкретным содержанием того, что совершается, а где этика определяется некоторой рода формальностями, да, которые присутствуют в поступках. Так вот, категорический императив, как он звучит? Кант возводит, ну, у Канта же философия субъективная, да, и поэтому он возводит некоторую роду субъективную этику, да, этику, которая касается отдельного индивида, во всеобщую этику, то есть этика, которая касается всех. Поэтому категорический императив у него на самом деле состоит в том, что он говорит, что мы должны следовать такой максиме, да, которая могла бы осуществиться как всеобщее законодательство. Ну, как бы, если переводить на нормальный язык человеческий, то это звучит так, что человек должен следовать такому своему личному побуждению, да, то есть максимум – это вот личное побуждение человека, да, которая, возведенная в свою всеобщность, да, то есть которая, если ее распространить на всех людей, была бы непротиворечивой. То есть вот, как бы, в этике, поскольку речь идет о некой форме, да, поскольку воля может быть свободной только в форме своих поступков, да, то речь идет о том, что со стороны формы наши поступки должны быть непротиворечивы, если эти поступки распространить на всех людей. То есть, допустим, вот речь идет, берем какой-нибудь конкретный примет, там, скажем, это «максима не воровать», да. Если человек ворует, если мы это воровство распространяем на всех людей, то все люди будут друг друга воровать, то всякого рода собственность исчезнет, да. То есть, поэтому получается, что воровство, оно противоречит, ну, максимум, да, что можно воровать, она бы противоречила тому, что возведенный некий всеобщий закон, она бы нарушала, ну, как бы, противоречила саму себе, да, потому что, как бы, исчезла бы собственность, и, соответственно, исчезла бы возможность воровать. То есть, речь идет о некого рода непротиворечивости в поступках, которые понимаются в смысле возведения их в некий рода, на некий всеобщий уровень, да, где действует много индивидов. И поэтому, на самом деле, если вдуматься, вот у Канта из-за того, что вот эта гетерономная воля, она является чем-то, как бы, ущербной, да, то есть, она является несвободной, да, всякого рода удовольствия, всякого рода поступки, да, вот всякого рода, например, стремление в этике достигнуть счастья, оно рассматривается как возражение, как возражение этой этичности поступков, как возражение его нравственности, да, потому что она, как бы, вот является некого рода обусловленной волей, а не свободной, не автономной волей. И поэтому получается, что у Канта в некотором отношении надо действовать так, чтобы мы не ощущали никакого удовольствия и неудовольствия, то есть, как-то вот поступать как-то хладнокровно. Ну, то есть, вообще говоря, просто поступать формально, да, то есть, у него вот такой вот есть некого рода ригоризм, да, ригоризм долженствования, то есть, мы должны исполнять некий долг, да, который сформулирован категорическими оперативами, ради самого этого долга, то есть, долг ради долга мы должны исполнять. Не ради содержания, а ради долга. И поэтому, если вдуматься, на самом деле Кант не достигает в этике никакого добра, он достигает только справедливости. Если мы будем действовать, если мы будем придерживаться в своём поведении исключительно правильной формы поведения, да, и не взирать ни на какие результаты, да, то есть, никогда не отслеживать конкретность наших поступков. Если суть всегда будет состоять только в том, чтобы вот наши намерения были чисты, как бы, да, вот, и наша воля, она была бы правильной, не определена какими-то там материей поступков, да, всегда была определена только его форма. Если вот мы будем следовать этому, то единственное, что мы можем достигнуть, справедливости, потому что справедливость точно так же формально. Потому что справедливость, как мы говорили, это есть некоторого рода равновесие, да, и вот как раз категорический оператив, это просто есть частый случай выражения справедливости в этике. Свободная автономная воля, то есть, воля как автономная, да, может проливиться только, если долг исполняется ради самого долга. То есть, бескорыстия. Да, это и есть то, что ты, как бы, свою волю полагаешь на то, что... Нет, только когда говоришь долг ради долга, это скорее формально. А если просто долг исполняется без корысти, то тоже как бы ради долга. А если, можно же исполнять долг ради чего-то другого? Ну, можно, да. Ради того, чтобы тебя похвалили, да, понимаешь? Ради того, чтобы там, может быть, иногда это выгодно бывает, да, ради выгоды и прочее. Ну, у него, получается, следующее, что ведь у Канта природа, она детерминированная, и получается вот исполнение долга, да, который... Ведь этот долг, да, вот эта вот воля автономная, она полностью оторвана от реальности. Ведь она же ведь... Ведь как раз здесь сделан выбор в пользу некой автономной воли, которая не является гетерономной. То есть, что значит не быть гетерономной волей? Это значит, как бы, быть оторванной от реальности. Потому что, если мы в реальности находимся, то, как я говорю, всегда наша воля эгоистична, всегда она гетерономна. То есть, всегда она чем-то определяема. Ну, в частности, да. То есть, помимо нашего внутреннего побуждения, есть еще всякого рода другие определенности, да, удовольствие, неудовольствие, там, какие-то там мотивы, там, психологические наклонности и прочее, да. Так вот, если эта воля повисает в внутреннее, вот, некого рода автономном определении, как она может реализоваться в реальности? Это вот та самая проблема, которую, опять же, мы обсуждали. Как можно реализовать в реальности некоторого рода нашу волю, да, вот, в данном случае автономную волю, если она, как бы, от реальности изначально полностью оторвана? Как вот эту форму можно воплотить? И вот для того, чтобы она была, была возможность ее воплощения, необходимо, как бы, для Канта вести некоторого рода гипотезы, да, которые обосновывали бы возможность этики, возможность реализации этики на деле. И вот этими гипотезами, которые обоснуют эту возможность, являются три гипотезы. Это, во-первых, гипотезу того, что вообще, я говоря, вот такая свободная воля, да, она существует, что вот у нас наша воля может быть свободной. Потом, вторая гипотеза, она состоит в том, что для того, чтобы, ну, ведь, чтобы нашу вот эту свободную волю в детерминированном мире реализовать, необходима некоторого рода согласованность, да, законов природы и законов свободы. То есть, как наша свобода может внедряться внутрь детерминированного мира, как она может разрывать эту детерминацию, да, как она вообще может выступать в этой детерминации еще новой какой-то причиной, да. Для того, чтобы, вот, вообще говоря, возможно была такая гармония, да, вот это такое встраивание свободы в мир природы, необходимо предположить существование Бога. То есть, Бог является тем самым гарантом, да, вот гармонии между миром природы и миром свободы, между законом природы и законом свободы. Ну и третья, как бы, вот, необходимая гипотеза, она состоит в том, что вот этот вот прогресс, да, в осуществлении этого долга формального, он на самом деле, как бы, отсрочен на бесконечность. Ну, потому что он не может осуществиться в течение, там, короткой жизни человеческой. Поэтому у Канта вот и возникает гипотеза о бессмертии, да, человеческой души. То есть, вот этот вот прогресс, как бы, в осуществлении долгого, он уходит под это на бесконечность, да, и вот ему для этого надо предположить также и бессмертие души. То есть, вот, иначе говоря, вот его этика, она вот, как этика долженствования, не может показать, как она реализовывается, да, для того, чтобы обосновать возможность ее реализации, приходится предположить нечто такое, что, как бы, ну, по крайней мере, неочевидно. Да, и, как бы, и является вот гипотезой, которую невозможно никогда доказать, которую невозможно сделать реальности. То есть, у него вот есть долженствование без возможности, без надежды на то, что они, быть может быть, осуществлены. Вот этот вот порог кантовской этики, который остается только в долженствовании, да, на этот порог, прежде всего, вот обратил внимание Гегель, да, вот Гегель как раз отсюда и стартует. Он считает, что вот у Гегеля, вот Гегель считает, что у Канта есть две, две проблемы. Первая проблема, что почему-то у Канта получается так, что осуществление этики, это противоречит, не может, скажем так, не может сочетаться с удовольствием и неудовольствием, да, что на самом деле нравственность почему-то всегда, как бы, связана со страданием, да, или, скажем, нравственность всегда связана, вот, с неким родом формализмом. Это вот первое возражение Гегеля. А второе возражение, как я уже сказал, оно связано с тем, что вот недостаточно долженствования, необходимо же указать некого рода реальность этическую. И поэтому у Гегеля, Гегель стартует со следующего утверждения. Он говорит, что на самом деле этика должна показать не просто, что необходимо осуществить, а этика должна показать реальность, нравственную некую реальность, да, в которой вот это вот долженствование каждого отдельного индивида является некого рода действительностью. И он говорит о том, что вот дух народа, да, вот, нравственная жизнь народа – это и есть та вот реализация нравственности в реальности. То есть, конечно же, точно так же у Гегеля каждый отдельный индивид замыкается в своей эгоистичности, да, и точно так же он, это как бы общее место на самом деле, да, как бы индивид у Гегеля точно так же в своих поступках руководствует с удовольствием и неудовольствием, да, или другими какими-нибудь принципами, да, принципами там, принципами своего эгоизма. Всегда руководствует. И, в принципе, индивид не может, на самом деле, из этого эгоизма вырваться. Это верно и для Канта, и для Гегеля, и мы об этом уже говорили, да, что преодоление, как бы, эгоизма невозможно осуществить на уровне отдельного индивида. Это выглядит немного, как бы, странно. У нас эта возможность заключалась в том, что человек мог собой жертвовать. И поэтому, на самом деле, поэтому реализация нравственности у Канта понимается следующим образом. Каждый отдельный индивид действует в соответствии со своими какими-то эгоистическими побуждениями, но фактически то, что он на самом деле реализует, является некой субстанцией, некого рода наличествующей действительностью. Не такой, не некого рода только долженствием, не только, не некоторым только намерением, а некоторые уже существующие, растворенные в мире действительностью. И это действительностью, это вот то, что называется у него нравственная жизнь народа. Что это означает? Это означает, на самом деле, если переводить на наш язык, это означает, что на самом деле человек может как угодно действовать из каких угодно эгоистических побуждений. Но для того, чтобы быть эффективным, для того, чтобы действовать нравственно, он должен, на самом деле, свои поступки соотносить с тем, как устроена действительность. Тут надо маленькие различия вести, разницу между реальностью и действительностью. Реальность связана с тем, как существует природа, а действительность связана с тем, как мы внутри этой природы осуществляем свои действия. Действительность – это слово «действие». То есть мы как-то активно ведём себя внутри природы и создаём некую новую искусственную реальность. С одной стороны это техника, а с другой стороны это социальная реальность. Поэтому действительность отличается от реальности тем, что действительность – это прежде всего социальная реальность, реальность, которая образована нашими действиями. То есть образована нашей свободой. Причем Гегель рассматривает прежде всего такую реальность со стороны нравственности. У него вообще дух – это всегда почему-то нравственная действительность. Потому что, вообще-то говоря, если вдуматься, на самом деле, дух – это не только нравственность, дух – это, в принципе, дух культуры, дух цивилизации, мы говорим, дух города. То есть духом обладает любая реальность интеллигибельного характера, то есть та реальность, которую мы создаём благодаря своему творчеству мышления. Ну, в частности, одной из такой реальности является нравственная реальность. Кроме этого, у нас много ещё какие-то другие реальности существуют. У нас существует искусство, существует музыка, ну, много что существует там. Музыка – это, может, тоже, как часть искусства. Философия, наука и прочее. То есть это всё же тоже дух. Но это уже как бы некое возражение Гигель. На самом деле дело не в этом. Дело просто в том, что индивид, как говорит об этом Гигель, индивид действует исходя из внутренних своих побуждений. Но в процессе этого действия он вдруг осознаёт, но в определённый момент, что как бы он не действовал на самом деле, его действия только тогда становятся эффективными, и они тогда оцениваются как нравственные, когда его действия соответствуют вот этому нравственной жизни народа. это вот некоторого рода духу, в котором он живёт, да, который представляет собой уже действительность. Действительность не в смысле как бы вот некого гипотетической действительности, а вот ведь люди же как-то живут, у них есть какие-то нравы, да, у них есть там право есть какое-то, да, какие-то законы есть, какие-то обычаи есть, да. И твои действия тогда только являются нравственностью, если они соотносятся с этими нравами, обычаями, да, вот, соотносятся с законами, которые в государстве присутствуют. Причём у Гигеля получается, что именно государство является вот вершиной осуществления такого рода нравственности, потому что в государстве оно достигает своей конкретности, да, то есть разделение там властей там и прочее, прочее. Ну, Гигель-то тоже законник получается? Нет, он не совсем законник, потому что у него государство не сводится только к законам, потому что государство сводится, в частности, и к нравам, и просто к целостности жизни сводится, потому что государство он понимает как некого рода органицизскую структуру, как некого рода организм, как сверхличность, понимаешь? И он считает, что просто именно, понимаешь, жизнь народа в начале она является некоторой природной жизнью. Да, ну, получается, он проигрывает в государство то, чего государства нет. Нет он приписывает в государство то, что хочет на самом деле христианство добиться! Ведь христианство и тоже хочет добиться некоторой рода общины, в которой каждый отдельный индивид, он быavais органически. Но общины в том, что проиграл, он не смог бы добиться. Нет, он как бы органически был вплетён в некого рода целостность, которая называется Христос, да, то есть То есть нет больше ни Эллина, ни Иудея, ни Эллина, ни раба, ни господина, ни мужчины, ни женщины, а всё и во всём Христос. Точно так же и здесь. Гегель считает, что государство является такого рода образованием, таким органическим, в котором каждый отдельный индивид вплетён в государство, которое представляет такой сверхиндивид. И отдельные государства разные выступают, например, на мировой арене, как отдельные индивиды. И уже соотносятся с друг другом, как вот такие вот сверхличности. То есть идея та же самая христианская, только просто на уровне государства понятая. Он посчитал, как вот Лёхта говорил, что государство – это есть община. Да, именно так, да. Та самая община, о которой грезит христианство, он считает, что воплощено государство. Я считаю, что это ошибка. Да может быть это и ошибка, просто в чём у него причина такая? Он был рационалистом, и он считал, что дух как бы развивается в некоторого рода логике, и в конце концов достигает своего логического завершения. И вот он увидел, что именно в государстве это логическое завершение происходит. Маленькое дополнение. И марксисты на этом поговорили. Они вслед за Гегелем и Марксом считали, что с государством можно как-то что-то сделать. Государством ничем нельзя сделать. Государство живёт, пока есть капитализм. Причём вот уже капитализм, который может быть в каких-то новых формах, неведомых, вот международная компания и так далее, там уже может быть единое государство мировое. Но это всё равно будет государство. Ладно, государство это не наше интересное. Мы же пытаемся понять, как соотносится с этикой Антеги Гигель с нашей этикой. Нет, я просто такую мысль хотел привести. Я хотел привести вот из того, что ты сказал, что вот эта этика, да, это же этика, это отношение между личностями. И вот для личности на государстве всё равно. То есть, так сказать, почему у Гигеля так получилось? Потому что личности, как бы, они вот живут в государстве. Они по-другому жить не могут. Ну, пускай так. Просто это немножко отходит немножко от этого. Ну, ладно, не будет пока. Да, потом. Я сейчас скажу, давайте завершу, как бы, а потом мы уже обсудим просто, что тут можно обсудить. Просто в чём, как бы, основное различие Гегеля и Канта? Как раз Кант уходит, это не Кант, Гегель уходит от формализма. Да, для него, на самом деле, вопрос вот эгоизма, он не стоит почему. Потому что он считает, что эгоизм естественным образом встраивается внутрь вот этой целостной субстанции жизни народа. То есть, каждый отдельный индивид действует согласно своим эгоистическим потребностям, да, эгоистическим наклонностям и прочее. Но в целостность, если он навстроен в жизнь народа, он, как бы, осуществляет, в том числе, и целостность жизни народа. То есть, эгоистическое, индивидуальное устремление воли, да, оно, как бы, в итоге должно, вот, как бы, гармонизировать с тем, как бы, что такое всеобщая воля, да? Всеобщая воля государства. Почему должно? Совсем не обязательно. Нет, ну, понятное дело, что в разных отдельных моментах могут возникать и конфликты. Но в целом, на самом деле, в чем-то состоит нравственность? Нравственность состоит в том, чтобы жить в соответствии с жизнью народа. Как-то государство, по его представлениям, это вот есть, как бы, некое новообразование на народе, да? То есть, народ, выходя из своего некого природно-естественного состояния, достигает некоторого более разумного, искусственного, или, как он говорит... Объединения. Он понимает разницу между тем, что в природном состоянии, как бы, вот это вот единство народа достигается бессознательно, а государство, оно, как бы, достигает самосознания. Понимаешь? То есть, это то же самое жизнь народа, но только уже понятая и осознанная. И поэтому там возникает вот это расчленение разумное, расчленение функций, функции, там, допустим, возникает правительство, возникает там разного рода сословия и прочее. Просто вопрос в чем состоит? Что вопрос состоит в том, что возникает вот гармония, да? Если человек хочет быть нравственным, если он стремится к нравственному образу действия, он должен жить в соответствии с тем, как живет народ. То есть, как фактически живет государство. То есть, он должен исполнять законы государства, в частности. Но не только законы, но еще и нравы народа. То есть, у него вплетено. У него, кроме законов, есть еще много чего еще. В том числе и совесть есть, понимаешь? Просто как раз Гегель понимает, между прочим, что с точки зрения содержательности, да, любой закон, он противоречит самому себе. То есть, когда закон, когда закон как некого рода абстрактная, всеобщая форма прилагается к некой реальной действительности, он может сам себе противоречить. Он на примере принципов, допустим, возлюбив ближнего и других, показывает, на самом деле, как эти принципы в конкретной ситуации могут сами спректи противоречия с тем, что они как бы должны были бы быть, по идее, осуществлением добра, а на самом деле они перестают осуществлять добро. То есть, оно действует во вред. То есть, Гегель все тоже, точно так же, как и мы, понимает, на самом деле, что закон несовершенен, и поэтому есть некого рода внутреннее содержание, некого рода содержательность и конкретность, да, и добро должно осуществляться вот в этой конкретности. Но только почему-то он считает, на самом деле, что оно должно осуществляться тем способом, что... Вот мы всегда, когда говорим о осуществлении добра, у нас вот есть разговор как бы о долженствовании, мы говорим, что человек должен это делать. А он считает, что слово «должен» — это вещь как бы недостаточная. На самом деле, добро должно быть реальностью. То есть, оно должно быть вот некого рода государством. Мы тоже об этом же говорили, да? Песня «Ковыруха. Идеальное государство», в котором добро осуществляется как некого рода жизнь государства. Так же у Гегеля. На самом деле, добро должно быть жизнью государства, а не просто отдельным намерением отдельных индивидов. Отдельный индивид, быть может, стремится к добру, независимо от того, в каком обществе он живет. Правильно? Но вопрос же идет о том, на самом деле, как добро может стать реальностью, как это добро может осуществляться. Мы же всегда и везде ратуем за то, чтобы не просто быть только в намерениях добрыми, а мы стремимся понять, каким образом можно реализовать эти намерения в виде некой реальности. И вот он говорит, что реальность, которая… та вот нравственная реальность, о которой ведет речь, это нравственная жизнь народа. И человек фактически для того, чтобы жить нравственно, он должен просто признать, что это так, да, и жить в соответствии с тем, как живет его народ. Ну, как бы в пределе, как живет государство. То есть быть гражданином, как бы, и осуществлять все, что связано с тем, что это означает. Что означает быть гражданином. Не только с точки, я опять говорю, зрения законов, с точки зрения и обычаев, и совести, и прочего. Вот такое представление. И на самом деле это представление, оно на самом деле является тем же самым, о чем говорили мы. То есть мы фактически, следуя некой своей внутренней логике, не сказали ничего больше, чем сказал Гигель. Мы ничего больше, как бы, не достигли. Потому что у нас получалось, что государство должно быть некого рода сверхличностью, да, как бы там, некого рода организмом, да, в который встроены отдельного рода индивиды, которые... Каждый отдельный индивид представляет собой частичность. Но у Гегеля проще, на самом деле. Гегель не говорит о том, что индивиды представляют собой частичность. Он говорит о том, что индивиды, как бы они ни действовали, у Гегеля так получилось, что индивид, как бы он ни действовал, он, в принципе, вынужден подчиниться действительности. Потому что действительность – это выше его. Если он будет ей сопротивляться, то он просто не будет эффективен. То есть, на самом деле, вот этот эгоизм ограничивается со стороны государства, то есть, со стороны всеобщей воли, просто естественным путём. Потому что всякий раз, когда индивид пытается под себя подмять действительность, ему это просто не удастся. И понимая это, индивид должен однажды это осознать и свою волю согласовать со всеобщей волей. Вот когда Гегель говорит о том, что свобода есть осознанная необходимость, об этом и идёт речь. То есть, индивид должен понять, на самом деле, что жизнь в государстве является не чем-то необходимым, чем-то для него разумным. И что он должен выбрать, на самом деле, и признать эту необходимость в качестве своей же воли и действовать в соответствии с этой необходимостью. И в этом как бы проявляется то, вот как я уже тоже об этом же говорили, уже про долг, что индивид выполняет долг, то есть, когда индивид живёт в государстве и признаёт волю государства как некого рода разумную волю. Потому что государство ведь устраивается не просто так, оно ведь устраивается, потому что оно стремится осуществить некоторую разумную волю совместного общежития людей. Люди как-то должны же, чтобы вместе жить, о чём-то договориться и как-то там устроить свою совместную жизнь. Вот государство, на самом деле, это вот, есть вот это разумное устроение этой жизни. То есть, и функции, которые в государстве разделены, там, функции управления, функции, там, подчиненные функции какие-то, различия сословий и прочее. Ну, мы как бы не будем сейчас задаваться о том, какие бывают конкретные государства, да? Это всё, на самом деле, не просто так возникло, это, на самом деле, есть разумная реализация вот этой воли совместной жизни, да? Вот я бы сказал по-другому. Не разумная реализация, а это просто объединение людей-личных в той форме, в которой это наиболее естественно для личных. Ну, хорошо, пускай будет так. В общем, государство просто же, законы же для чего существуют? Для того, чтобы ограничить волю каждого отдельного индивида, чтобы каждому отдельному индивиду дать в рамках вот этого ограничения полную свободу, да? А так иначе получается, что каждый индивид представляет собой некоторого рода произвол, да? И как бы его свобода, она ничем не ограничена. И мы даже в своё время это обсуждали, на самом деле, что если, когда встречаются две свободы, когда встречаются два свободных индивида, они должны для того, чтобы быть свободными, дать, ограничить каждый свою свободу с тем, чтобы дать свободу другому. Ну, и дав свободу другому, дать свободу себе. То есть это такое разумное взаимное ограничение свободы. То есть и в государстве таким принципом взаимного ограничения свободы служат законы. То есть законы специально так и созданы для того, чтобы ограничить произвол каждого отдельного индивида Это для блага целого, то есть для блага всего государства. Но тут возникает определенного рода возражение Гегелю сразу. Прежде всего, вот такая сразу же, мне, например, бросается в глаза, определенного рода пассивность индивида в отношении нравственной жизни. Получается, что индивид, который, скажем, некоторого рода сознательный индивид, он понимает, допустим, что он должен согласовать свою волю с некой всеобщей волей, всеобщей волей государства, ну или всеобщей волей жизни народа, всеобщей волей общества. Допустим, все это он понимает и готов с этим смириться. Но в чем тогда проявляется его активность? Потому что ведь смириться с некой всеобщей волей означает погрузить себя в некого рода пассивную позицию. То есть я живу в государстве и соблюдаю все его законы. И в рамках вот этой позиции мне не надо ничего делать, чтобы быть нравственным. Достаточно просто жить всеобщей жизнью народа. Все. То есть нравственность, если она не имеет вот этого долженствования, она превращается в некого рода пассивность. И у Гегеля вот эта пассивность проявляется в частности в том, что он считает, что именно, во-первых, государство является вершиной нравственности, причем не просто государство какое-то, а вот прусское государство его времени. Дело даже не в том, что похитал. Он же ведь как считал? Он считал, что дух развивается и достигает в определенный момент своего вершин, своего самосознания. Абсолютный дух достигает в определенный момент своего самосознания, и он достигает его во всех формах, в том числе и в форме понимания, как выглядит, что такое представляет собой нравственность. То есть Гегель, получается, что если философия в лице Гегеля достигла понимания того, что такое абсолютный дух, тогда это означает, что и в истории, и в политике, и во всем остальном достигнут некоторого рода предела самосознания. То есть получается, что и вроде история закончилась, потому что дальнейшее развитие духа невозможно. И та форма духа, в котором она сейчас существует, а именно в наличности, в той действительности, которая была для Гегеля актуальной, то есть прусской государства, это является некоторой родой вершиной государственности вообще. Ну там, конечно же, понятно, что мелкие какие-то отдельные улучшения возможны, но в целом, как бы, да, вот в своем, как бы, конструировании, да, в таком глобальном, это некоторое рода завершение. И почему такое, почему такая логика вообще, да? Потому что получается, что отдельный индивид, его активность, она не имеет никакого значения. Получается, что вот есть некого рода субстанция, вот как у спинозы, да? У спинозы, получается, как вот, есть субстанция. Каждый отдельный человек представляет собой только модус этой субстанции, да? И он, как бы, ничтожен по отношению к этому целому. То есть он является некого рода счастью, которое по отношению к целому ничтожено. И как бы растворяется в этом целом. Да, стирается. У Гегеля получается, что индивид, конечно, не совсем уже стирается, как у спинозы, да, но почти достигает тоже какой-то такой растворенности, поскольку воля отдельного индивида, получается, ничтожна, на самом деле. Поскольку все, как бы, растворяется вот в этой всеобщей воле. А растворение всеобщей воли – это и есть пассивность. То есть отдельный индивид, от него, как бы, ничего не зависит. И вот это вот есть некого рода пассивность. Но ведь у нас есть примеры возражения тому, что отдельный индивид столь ничтожен. Дело в том, что ведь отдельный индивид может в нравственном отношении подняться же выше целого. То есть отдельный индивид может в нравственном отношении быть гораздо выше жизни народа. И можно пример привести с Иисусом Христом, допустим, что вот его нравственные представления, его времени, они были выше, чем представления всего народа. И получается, что с точки зрения Гегеля Иисус Христос должен был смириться с тем, как жил иудейский народ. И это было бы нравственно, получается, с точки зрения Гегеля. Но он не смирился, да, как бы, и вплоть до того, что Иисус Христос был этим народом уничтожен, как единица... Как экстремист и террорист. Да, как экстремист и террорист. А тем не менее, а потом, как бы, развитие общества привело к тому, что, ну, в частности, в Европе, что именно вот эти нравственные ориентиры, которые предлагал Иисус Христос, они и стали базовыми. То есть, на самом деле, получается, что Иисус Христос, как бы, в своем нравственном развитии обогнал это отдельную жизнь народа. На самом деле, после Гегеля были нео-гегельянцы, они, как бы, вот этими вопросами много обсуждали. Им как раз вот этот вопрос, как бы, применительных христианств очень волновал. Но тут, знаете, что интересно? Вот как вот отсюда, от Гегеля, можно перейти к Марксу? Вот именно у Маркса, да, вот Марксу как раз вот эта вот пассивность, да, вот эта вот, как ты говоришь, подхлемаш, да, вот этот вот некий конформизм по отношению к тому, как все устроено, он как раз и не устраивал. Потому что вот Маркс тоже считал, что вот его понимание того, как должен быть правильно, да, вот лично Маркс, да, оно более нравственно по отношению к тому, какая реальность ему виделась, то есть к реальность капитализма. И он считал, что вот революционер, в принципе, да, имеет право, ну, в силу того, что вот революционер, у него есть какая-то совесть внутренняя, да, внутреннее понимание того, как должно быть правильно устроено. Он имеет право, на самом деле, стремиться изменить эту реальность. И вот это вот его тезис знаменитый, там, о Фейербахе, да, о философии Фейербаха, что философы долгое время пытались объяснить, объяснить, как устроен мир, а на самом деле вопрос идет о том, чтобы его изменить, да. Так он же на самом деле откуда вырастает? Он вырастает из того, что вот у Гегеля индивид он встроен в целостность сообщества и даже не имеет права восставать, да, он даже не имеет права обсуждать эту нравственность. На самом деле у Гегеля же что-то любопытно, что отдельный индивид даже не имеет права эту нравственность ставить под вопрос. Вот есть некая рода жизнь народа, да, вот некая рода действительность, которую он наличествует. Причем это действительно имеет исторический характер. В разные эпохи она была разной. И понятное дело, что в эпоху древности нравственность общества была намного ниже, чем, допустим, в эпоху, когда жил гейд. То есть, нравственность тоже есть некого рода вопрос эволюции, вопрос как бы развития. Но, тем не менее, ты почему-то должен все равно с этим смириться. Понимаешь? То есть, смириться с некой наличностью. Так вот, а если человек не согласен с этой наличностью, если он обогнал свое время, если он чувствует, что... Настанственность на остальную жизнь народу, даже под вопрос. И причем Гегель об этом даже, сколько эмоционально, вот, феноменологи язык, эмоционально это обсуждает. Слышишь, я сейчас подумал, что может быть Гегель-то и прав. А знаешь, почему? Потому что, как бы, два пути отсюда проистекают, из того, что говорит Гегель, человек должен смириться. То есть, он может, что он может сделать? Он может, кроме того, что смириться, он может либо восстать, к чему призывает Маркс, да, то есть, попытаться что-то изменить, либо уйти. Пытаться где-то там на отшибе, что-то там свое построить, какую-то жизнь. Все, кто уходили, я имею в виду, всякие там святые, да, всех религий, ничего не построили. Вот. А те, кто пытались поменять, ну, я об этом говорить не буду, потому что об этом много сказано. Тоже ничего не вышло. Нет, да просто тот счет состоит. Поэтому Гегель, наверное, прав, слышишь? Просто по Гегель, получается, что революционность, на самом деле, и... Никаким образом не оправдана революционность. Революционность точно не оправдана. Еще можно допустить уход. Вот с точки зрения нравственности, да, с точки зрения этики. Ты можешь уйти и попытаться там, вот, вдвоем, втроем, там, ну, хруст-куниваль, сколько у вас там, вы шли, попытались какую-то, вот вы считаете, что вы более нравственные, чем вот общество, да, ушли в сторону и пытаетесь там, в стране, какую-то более нравственную жизнь вести. Ради бога. Так, а вот как раз... А вот чем плохие революционеры, типа Маркса, что они не сами же собираются вести какую-то более нравственную жизнь, они стараются общество заставить вести более нравственную жизнь. А отсюда у них начинается кровопускание. Не, подожди, но у Маркса есть некого рода предшественник в виде Христа, который точно так же стоял на более высоком нравственном уровне развития, да, и точно так же хотел общество изменить, только он не действовал насильственно. Разница просто состоит в том, что Иисус Христос в Бога верит, да, как бы, а Маркс в Бога не верит. Правильно тогда сказать не уйдет в сторону ненасильственных действий. Да, просто у Маркса почему, откуда возникает насильственное действие? Иисус Христос верит как будто в торжество божественного проведения, да. И он о том и говорит, что я на то и призван, мир, я осуществляю волю моего отца и прочее. Он призывает. Не, он на самом деле верит в то, что на самом деле все в руках Бога, как бы, и есть некого рода божественное привидение. Он просто ходит и призывает всех, кто желает вести более высоконравственную жизнь. Да. И этим ограничивается. А марксисты и Маркс, как бы, они же прагматисты. Они считают, на самом деле, что все в руках человека, и что сам человек осуществляет... Да, они считают, что они заставят. И они... И по-другому ведь никак не может она осуществиться, поскольку если Бога нет, как бы, да, нет никакого рода проведения. Сам человек должен взять власть в свои руки, как бы, и осуществить необходимое нравственное общество. Ведь речь идет о том, что вот капитализм, он в лице Маркса считает, что он безнравственен, да, и безнравственное состояние общества, и что надо, на самом деле, объясняет почему, да, благодаря своей политэкономии, да, что она построена на эксплуатации, то есть фактически на обмане, да. И что, на самом деле, вот надо построить некое общество справедливое, да, где вот никто никого не эксплуатирует, и осуществить это надо некого рода насильственным путем, потому что по-другому невозможно. По-другому невозможно. А дальше уже вот экстремисты, да, марксисты-экстремисты, если так можно выразиться, они уже считают, что это должно быть осуществлено при их жизни, что сами вот эти вот революционеры, народившиеся, да. Но это не обязательно при их жизни, просто это должно быть осуществлено насильственным путем, и все. Не-не-не, ну как? Но они завоюют просто, заставят. В чем проблема революционера, в принципе? Проблема революционера состоит в том, на самом деле, что он вот видит это светлое будущее, понимает его, признает, и он хочет, на самом деле, в этом светлом будущем как-то поучаствовать. Единственный способ ему как-то поучаствовать… Не поучаствовать, он хочет его построить. Правильно. Так он хочет это построить в рамках отдельной своей жизни. Ну это же нормально. Человек видит перед собой цель, пытается ее достичь. А как еще это может быть? Правильно. Вопрос же и состоит в том, что он стремится ее достигнуть. Но как он ее стремится достигнуть? Возникает проблема соотношения средств и целей. То есть, допустим, его цель – светлое будущее человечества. А какие для этого? Надо ведь, чтобы и средства были нравственные. Да. Так нравственные средства – они у религии. Религия начинает себя заставлять вести более нравственную жизнь. Революционеры считают, что… Революционеры других. Сам он может вести какую угодно жизнь. Они считают так, что если цель нравственная… А народ надо заставить вести более высоконравственную жизнь. А если он у них будет сопротивляться и недоволен, то показать ему куски не важно. Да это ведь не только дело в народе. Понимаешь, дело еще в самой идее того, что народ что-то может не понимать. Понимаешь, дело не только в насилии. А дело состоит в том, что возникает некоторого рода… Я думаю, что дело только в насилии. Послушай. Какая разница между марксистами… Ну Валя, дай я расскажу. В чем твои мысли не высказал мне. Вопрос состоит в том, что марксисты, и вообще говоря, те марксисты, которые являются экстремистами, они хотят ускорить процесс. Возможно, на самом деле, если бы они действовали в рамках как бы некого эволюционного долгого развития, можно было бы и народу объяснить те принципы, те идеи, которые они считают… На основе которых они считают, общество могло бы быть построено и быть более нравственным. А по идее, это же дело некого рода просвещения. В свое время идея просвещения, она же свои плоды принесла. Ведь считалось как? Тогда было феодальное общество. Считалось, на самом деле, что если народ просветить, то естественным образом люди перейдут от одного уклада к другому, более разумному. Весь вопрос состоял в том, чтобы это осуществить. Вопрос состоял в том, что люди просто неграмотные. Что надо людям было донести истину. А почему здесь не так же? Почему, если мы имеем в виду капиталистическое общество, почему здесь не идет речь о просвещении? Здесь не о просвещении. Почему здесь речь идет сразу о насилии? Нет, речь идет о… В марксизме еще есть… О диктатуре почему идет речь? Послушай, в марксизме… Ну, марксизм разный, не обязательно с диктатурой. Ты правильно говоришь, чтобы экстремисты. Вообще, проблема марксизма, что речь идет об экономизме. Что вот мы все распределим по ровну, всех накормим, и когда не будет бедности, все сразу станут хорошими. Что вот… Все зло, как бы, оно… От несправедливого перераспределения блага. Надо только их правильно разделить и все. Ну, ты упрощаешь на самом деле. Ну, не упрощай. А там больше ничего нет марксизма. Они же видят справедливость, марксисты, именно как… Почему ты упрощаешь? Потому что, как мы уже обсуждали сейчас с Гегелем, и говорили о том, что есть некоторого рода нравственная действительность, которая состоит в том, как устроено общество, как устроено государство. И если мы говорим о том, что та действительность, которую мы лицезреем, скажем, действительность капитализма, нас не устраивает, и мы считаем, что мы верим, по крайней мере, в это, да, что мы понимаем, как должно быть устроено общество более совершенно, более правильно, да, то ведь речь идет о том просто, что, как бы, нужно изменить общество, но изменить государство, оно должно быть другим. При чем здесь, как ты говоришь, о каких-то примитивах-то? Речь идет о, как бы, вот, двигаясь в рамках концепции Гигеля. Давайте изменим, как бы, нравственную жизнь народа, да, изменим государство для того, чтобы привести его к более разумному, более правильному состоянию. Да, вот, то, что называется коммунистическое общество. К коммунистическому обществу, коммунистическому некому идеалу. Вопрос же об этом идет. Другое дело, на самом деле, что при приведении к этому идеалу существует два пути. Простой путь, как бы, эволюционный путь постепенного, как бы, допустим, просвещения народа, как бы, объяснения своей позиции, там, и прочего, там, про каких-то реформ. И второй путь есть, когда отдельного рода революционеры от своей неуемной, как бы, энергичности и своей жажды, как бы, вот уже сейчас осуществление этого светлого будущего признают, что любые средства хороши, да, в том числе и средства насильственные, да. Можно, типа, захватить власть, установить диктатуру пролетариата, и путем постепенного, как бы, с помощью власти государства, с помощью того, что вот главные посты государства будут заняты, как бы, такими вот коммунистами, да, можно будет и все общество привести вот в это идеальное состояние. то есть это же был своего рода экстремизм. Экстремизм в том смысле, что у этого человека вот не хватает, у каждого отдельного человека не хватает терпения долго ждать. Каждый отдельный человек хочет уже вот сейчас, здесь сейчас вот поучаствовать в светлом будущем. И это не плохо. Это просто оборачивается тем, что люди соглашаются с тем, что, быть может быть, можно и кровь пролить, и можно где-то там поступиться с нравственностью, да, осуществлять это движение, быть может быть, и насильственным методом, и прочее. Вот это плохо, да. Не, ну в итоге, как бы, революции и насильственные действия построили советские государства там, там, средства были, там, может быть, ужасные, да, построили, как бы, нечто такое, какое-то другое общество построили в итоге, да. Трудно сказать, там, хорошее это общество было, не хорошее, а почему оно развалилось. Это тоже другой разговор. Сам факт состоит в том, что вот есть некого рода вот прямая линия, да, вот от этики Кантащи к этике Маркса, то есть, через этику Гегеля. Ну и самое главное, что вот, говорит, что Гегель ратовал, да, вот за какую-то пассивность в этике, да, то есть, в этике мы как-то остаёмся какими-то пассивными, должны смириться с тем, как устроена действительность. А Маркс, как бы вот, он переворачивает эту этику, и говорит о том, что если нам действительности нравится, то мы имеем право её изменить. — Нет, ну ты правильно сказал, первым-то это Христос сделал. Да, первым сделал это Христос, только Христос просто методы под свою цель не стал ломать, понимаешь, он считал, что средства достижения цели и сама цель, они должны соответствовать друг другу и должны быть нравственные, поэтому у него методы ненасильственные, понимаешь, он видел вот это будущее, да, вот светлое, но не стремился достигнуть его насильственные методы. Хотя, действительно, первым можно считать, что именно он предложил такой подход. Другой, насколько я понимаю, в Марксе вся этика, она какая-то такая вот этика… Она прагматическая этика. Этика живота, что ли, да? Прагматическая это называется. Что такое прагматическая этика? Этика, которая говорит о том, что она, во-первых, базируется на этике Гегеля. Я вообще там сомневаюсь, что что-то большее, чем Гегель, Маркс в этике мог сказать. Она базируется на этике Гегеля. Какую мысль-то хочу сказать, что как просвещение дало, конечно, какие-то цели положительные плоды, но не решило задачи люди лучше. Не появилось совершенно общество. Так, собственно, даже если и будет реализовано справедливое распределение материальных благ, рано или поздно, государство, слышишь? Это не сделает, собственно говоря, жизнь, не сделает людей добрыми. Ну что, во всех этих теориях существует и большой, я бы сказал, может быть, не единственный, но как бы фундаментальный изъян, состоящий в том, что есть некая простая схема, вроде бы очевидная, такая ясная, которая все объясняет. Если в рамках этой схемы действует, то можно добиться желаемого результата. На самом деле, как показ практики, это не так. Проблема состоит в том, что эта схема, сама схема может быть слишком упрощенная, чего-то она не учитывает. У Гегеля, в чем привлекает этика Гегеля? У него есть понимание того, что вот есть некого рода соотношение нашей индивидуальной этики, нашей индивидуальной нравственности и нравственности как всеобщей субстанции. Как некая, вроде, всеобщая нравственность. Да, нравственности общества или нравственности народа. Это важно очень, как бы, замечание. Вот, например, у Канта этого нет. То есть, Канн считает, что надо просто нашу индивидуальную этику возвести формально, всю общую этику, и всё. А уж как там будет, а действует там, как действовали рыцари. Делаешь, что должен, и будет, что будет, то есть, просто формально действует. Ты, может быть, всё разваливаешь, всё с точки зрения содержательности вокруг рушится, пусть весь мир рухнет, главное, чтобы долг был осуществлён. Вот такая есть максимум в Риме. Закон должен быть исполнен. У Гегеля есть понимание, что помимо всех этих формализмов существует некая конкретность, некая реальность, и надо считаться с ней. Вот, например, древний человек живёт, и узнал он категорический императив Канта, как он будет жить с таким императивом в древнем обществе. Естественно, он должен его преломить в соответствии с тем, какие условия существуют для его, для осуществления такого рода долженствования. И вот у Гегеля это есть. Он и говорит, что нравственная жизнь – это не просто жизнь, следующая какому-то формальному принципу, а это та жизнь, которая, в том числе, является конкретной некой жизнью, которая уже осуществлена в виде государства, поскольку именно государство является высшей формой нравственности у Гегеля. У него не только государство, у него семья, общество и государство. Вот у него такое триединство, она уже есть, она уже как-то функционирует. И ты со своей этики должен сообразоваться с тем, какова реальность. Но у него присутствует некоторого рода идеализм, потому что он считает, что дух в его время, его конкретное время Гегеля достиг максимального развития, конца истории достиг. Он прошёл всё, осознал самого себя, и то форма государства, которое существовало в его время, это как бы есть некого рода вершинный итог. В этом состоит проблема, проблема чисто как бы Гегелевская. На самом деле, если её отбросить, если понимать, что на самом деле государства и дальше будут развиваться, да, если понимать относительность того, что вот нравственная жизнь народа, она на самом деле есть вещь, как бы изменяющаяся и развивающаяся, то не должны говорить о том, что вот есть некоторые взаимоотношения индивидуальной этики отдельных людей и общества как целое. Отдельные люди могут на самом деле в нравственном отношении общество опережать и предлагать некие новые пути развития. И, быть может, обществу надо с этим считаться и пытаться как бы понимать на самом деле таких людей, да? А с другой стороны, эти вот якобы убежавшие вперёд могут оказаться экстремистами, понимаешь, которые могут разрушить и то, что уже существует, то, что хорошо работает и налажено. Ведь на самом деле вот этот консерватизм, состоящий в том, что какая-то уже нравственная жизнь народа присутствует, общество как-то уже устроено и как-то живёт, он на самом деле сохраняет некий статус-кво и позволяет людям жить. Ведь не всё же упёрлся только в нравственность. Много чего ещё в жизни нашей существует, правильно? Помимо нравственности. Нравственность – это просто способ взаимоотнестись людям по отношению друг к другу, да? Это не самое главное, потому что существует много чего ещё. Существует творчество личное, существует, в конце концов, техника, искусство, там много чего ещё существует. Помимо нравственности. Поэтому нравственность, она должна существовать, она должна как бы осовершенствоваться, но это не сама цель. И поэтому вот эти опережающих людей, революционеров, которые пытаются бомбы кидать, пытаются призывать изменить общество, может быть, иногда осаживать нас. Да, слушай, но именно нравственность скрепляет общество и сдерживается. Хорошо, хорошо, я согласен. Я просто имею в виду, что соотношение между индивидуальными устремлениями отдельных, там, высокоразвитых, может быть, с их позиции нравственных людей и общества, как вот некого консервативного начала, да, которое сохраняет некоторого рода движение общества, как такое целостное начало, как организм, да, в котором традиции и современность как-то вот объединенной, да, в котором, как бы, сохранены какие-то институты там в обществе, которые народились не просто так. Вот эта вот некого рода разумность, которая царствует и существует, вот она должна быть тоже сохраняться. То есть должен быть баланс между устремлениями отдельных людей и вот с нравственным состоянием общества. Но здесь может существовать противоречие, естественно. У каждого отдельного человека его нравственное понимание того, как должно быть устроено жизнь общества, и между тем, как он видит, как оно на самом деле устроено, да, вот та действительность, которая вокруг себя уже, может возникнуть некого рода противоречия. И человек может, в принципе, не соглашаться с тем, как устроено общество. Особенно вот мы живем в России, да, и как бы вокруг себя так оглядываемся, да, и как бы мне, например, много что не нравится, если честно. Я понимаю, что с разумной точки зрения можно было много того, что изменить. Но имею ли я право, да, вот так вот судить? Ведь может быть... Понимаешь, как показывает практика, вот если мы полностью пустим на самотек вот эти вот реализационные настроения, мы же опять просто все разрушим. И даже то, что хорошо в обществе устроено, и это будет разрушено. Сумели мы потом вот это разрушим до основания, там, заново все построить. И почему каждый раз надо обязательно вот так вот делать? Почему нельзя как-то разумно это все устраивать? Ну вот мы сказали, почему Гея прав, да. Но Гея одновременно и прав, и не прав. Потому что если как бы все оставить как есть, ничего не менять, и на этом как бы остановиться, то все, в общем-то, жизнь-то продолжается, и я считаю, что Гегель заблуждается, когда утверждает, что навечно как бы так, что русское государство – идеал, как бы и так будет вечно. Вот, жизнь продолжается, все меняется, меняется. Нет, но это единственное, в чем Гегель заблуждается. Но он не заблуждается в том, что есть то, что он называет духом, но вот есть некая его субстанция нравственности, есть субстанция. Подождите, вот эти вот экстремисты, реалукционеры, там, экстремисты, они же не случайно возникают. Они, как сказать, такие правозвестники, что-то, такие первые ласточки того, что грядут перемены, что эти перемены уже внутри общества складываются. И на это нельзя смотреть так, чтобы просто взяли этих всех революционеров, замочить, как бы, и дальше почевать. Ну, как и Иисус Христос тоже был таким революционером, его тоже схватили и замочили. Да. Он же тоже был реформатором, ну, религиозным, да, своего рода. Причем революционным именем, даже не реформатором, реформацией, это какие-то медленные, постепенные изменения, а именно вот революционерам. Ну, история же не заканчивается, она будет дальше двигаться. Поэтому, конечно, на мой взгляд, самый оптимальный путь, это путь именно христианский. Это когда люди, если у них есть желание и силы, могут просто пойти, отойти в стороны и создать альтернативную жизнь. Если обществу это понравится, да, то общество может не... образец создать. Да, создать образец. Ну, что-то не удается образцы создать. Ну, нет, пока не удается, когда-нибудь удастся. Ну, причем какие-то образцы были, мы же знаем, там, вот, самого Христа мы знаем, мы знаем, там, Мать Терезу, Франциска Осийского. Ну, это, подожди, во-первых, это какие-то отдельные люди, святые. А мы же речь ведем о коллективах. Нам важны именно такие вот... Почему? Франциска Осийского создала орден. Вот, Мать Тереза тоже создала орден, это как раз ордена. Ну, они были профессиональными, пока и сами жили основатели этих орденов. Да, были монастыри все-таки там, и, конечно, там было и вырождение в монастырях, но были же монастыри и подлинные в свое время, как бы, и была там подлинная христианская жизнь. Пытались создать образцы, видимо, эти образцы были. Они пользовались большим авторитетом, влиянием, как бы, там. Вот там монастыри Сергия Радонежского, там, да, вот это же. Авторитет, образец. Ну, все это уже мифами поросло, и уже там трудно отличить, что там на самом деле была реальность, а что придумано было. Постфактум. Вот поэтому Игель прав и не прав. С одной стороны, он прав, что... Ничего, как бы, что нужно смирение, как бы, по отношению к нравственности общества, да, нужно быть смиренным. Но он не прав, когда он это, как бы, вот, как сказать, консервирует. Вот консервировать это не надо. Надо, должна быть предоставлена, вот как вот в экономике Китая, свободная зона, так и они всегда были в обществе. И выход был через религии во всех странах и государствах. Всегда вот эти революционный элемент, да, вот эти правоозвестники, право-ласточки могли пойти в религии всевозможные, разные, и попытаться там реализовать образцы. Вот этого Гегель не понимает, когда он говорит, что прусское государство это на все... Да это все понятно, что именно про прусское государство. Я же сразу сказал, это можно отбросить сразу. Гегель-то реально этого не понимает. Гегель только призывает к смирению, понимаешь, к смирению. И это правильно. Но помимо смирения, люди, которые... Это же страшная проблема в наше время. Мы постоянно в институтах, университетах растим этих личностей, вкладываем колоссальные ресурсы в это все. Потом эти личности выходят в жизнь, видят, что надо смириться. Они смиряются, и дальше у них деградация всю оставшуюся жизнь. А, ведь... Нужна же реализация человеку, кажется. Почему? Люди же просто как-то ломаются, да? И потом просто деградируют. Ты, наверное, многих таких людей знаешь. Вот то, что ты продолжаешь заниматься философией, это же не смирение. Ты же экстремистский... Не, не, подожди, не выключай. Ты экстремистский революционный элемент, Булат. Знаешь почему? Уже в силу того, что ты занимаешься философией. И ты должен смириться по гегелю с тем уровнем нравственности, который есть. Смириться и даже запретить себе расти выше в этот уровень. Если ты позволяешь сегодня себе расти выше этого уровня, то есть заниматься философией, завтра ты можешь себе позволить реализацию некоторую. И дай бог, чтобы это реализация была не насильственной. А вдруг тебя переклинит, и ты лишишь всех осчастливей. Еще раз говорю, что у гегелюской системы можно доработать и сказать, что дух не дошел вершину своего развития во время гегеля, а развивается бесконечно. Тогда получится, что есть некого рода бесконечное совершенствование и общество, и отдельное какого рода издевание. Вот так можно просто дополнить. С точки зрения истины, как раз-таки человек и должен свою жизнь посвятить тому, чтобы двигаться к этой истине насколько он только может, за всех своих сил. Это самое лучшее, на мой взгляд, применение, использование в своей жизни. А не пассивное смирение с тем уровнем истинности, нравственности, этики и всего остального, которое есть. Это вообще как бы просто чмошная позиция гегеля, она просто чмошная. Какая она чмошная? Чмошная, реально чмошная. Ну а что такое, по-твоему, совесть-то? У нас точно так же совесть основывается на том, что ты принадлежишь к какому-то коллективу, и у тебя есть осознание того, как усуровено правильно. Если ты как бы себя действуешь в соответствии с совестью, это означает не что иное, как действовать в соответствии с тем, как признано коллективом на каком-то другом уровне, не на разумном уровне, а на каком-то интуитивном уровне, как правильно действовать. Я же первую часть признаю, что гегель одновременно прав и неправ, что смирение, смотри, люди же создали цивилизацию, эти города стоят, промышленность работает. Ведь к этому наш с уважением относился. Перед этим должно быть смирение, они же обеспечили эту жизнь других людей. Вот люди как бы обеспечили свою жизнь. И к этому нужно относиться с уважением и смирением. Но вместе с тем нельзя как бы сказать, что надо все это оставить на вечные времена в неизвемом виде. Вот здесь гегель не прав. Вот и все, что я хотел сказать. Все, можно выключать.